Всем привет! История небольшая из соседней нам Германии. Недавно прочитала три недели назад на парковке для больших, как сказать, ну грузовых машин нашли тело водителя. Парень молодой из Беларуси. Посмотрите, какое облако там над церковью. Обалдеть! Туман сейчас был в городе. В общем, нашли. 25 лет ему всего. Зовут Максим. Не знаю точно, что случилось с ножевыми ранениями. Как получилось? Он, в общем, приехал утром на границу Голландии и Бельгии. Рано остановился, это была суббота и он должен был остаться до конца выходных, до воскресенья. Значит, все было нормально. Его еще утром видели в течение дня. А вечером, это было, кстати, в конце октября, а вечером, где-то в полвосьмого, его нашел человек. Нашел человек между двух машин лежащим. Там была литовская и румынская, по-моему, регистрация водителей. Стали проверять, кто въезжал в тот день на парковку, кто выезжал, что могло случиться. Чуть не поняла, эту шляпу или выносит, или ее передвигают. В прошлый раз она там лежала, в дыре, возле камней. Стали проверять около двухсот машин и двухсот водителей. Причем фотографировали каждого. Фотографировали документы и машину, чтобы, знаете, они, естественно, разъезжаются, чтобы осталось все в данных, приложенных к делу. И тут выходит информация. А, и, в общем, получается, с конца октября ничего не могла полиция сделать. И тут выходят данные, что был еще один человек, который может быть, ну, его не обвиняют, но он может быть очень важным свидетелем, что один из водителей уехал слишком рано с этой парковки специальной. И, значит, около шести-десяти лет, ну, лысый мужчина, в пиджаке темном был одет, приблизительно еще кое-какие данные, и просят, оставили телефон и просили помочь уже граждан, или кто там находился рядом еще дополнительно. Потому что бывают не только водители, ведь люди заходят в туалет, в ресторан еще что-то купить, оплатить и так далее. Ну, были такие подозрения и сомнения, что он мог видеть что-то нелегальные какие-то действия, потому что там и через границу перевозится и товар, и люди, понятно, и что угодно может быть между двух стран. Потом предполагают какую-то конкуренцию, ограбление, хотя это менее такая возможная причина нападения. И что он сам занимался вроде как чем-то нелегальным, его устранили. Интересно еще то, что где-то в то же время приблизительно, ну, месяца, наверное, два назад, поймали, вскрыли машину, ну, как вскрыли, когда возят огромные, знаете, блин, у меня постоянно на хорватский, я не могу перекинуть название, ну, в общем, когда длинная машина и много груза внутри товара, парень подписал, что он перевозит определенные какие-то там, ну, например, продукты, я не помню точно, что там было. Он и отец ехали. Конечно, он не вскрывает эти коробки и не проверяет сам. Там пишет на коробках данные, есть документы нужные. Короче, оказалось, что внутри было очень много веществ разных нелегальных. И его поймали, оштрафовали там за некоторые вещи и оставили, временно ограничили, короче, передвижение, так сказать. Причем его уже почти обвинили. Говорили уже какие-то сроки, какие-то данные, какие-то продвижения в деле. Вступили адвокаты, доказали, что ни он, ни отец не были виноваты, что за товаре они не знали, что они регулярно ездили и перевозили определенного качества от определенных фирм, и что они не могут отвечать за то, что находятся в машине. И вот их буквально на днях освободили, выпустили. Очень многие тогда комментарии давали водители, что это реально достаточно опасно. И надо как бы знать, с кем работаешь, от кого перевозишь. Потому что очень-очень-очень можно тут пролететь в такой ситуации. Кроме того, что они выплатят деньги или кинут там на товар или еще на что-то. Вот такая вот еще фигня может быть с властями. Наверх подъем классный, с него панорама отличная. На город, но плохая погода, подниматься не буду. Вообще в Facebook есть хорошая такая страница. По-моему, мужчины из Боснии держат, работают за границей. Она связана с границами, перевозками, машинами и прочим. Ну там от погоды до природы, до если что-то найти, кто-то что-то потерял, отлично помогают. И всегда там на той странице очень много интересной информации нахожу. Единственное, они сейчас, скорее всего, перестанут помогать людям, которые потеряли документы, деньги, золото, еще что-то. Прикиньте, на них стали заявлять из-за этого. Типа, вы сливаете данные, вы говорите, кто где, когда был. Они неоднократно помогли даже найти людей. Представляете, терялись люди, а они подключались и людей потом находили. Ну вот такая вот странная ситуация. Ладно, мне пора домой.